Тем временем российские сериалы массово превращаются в видеоигры. Наши телевизионщики учуяли золотую жилу и плодят онлайн-квесты из всех своих детективов, романтических бытовых историй и прочее-прочее. Главный на 100ТВ геймер наш Игорь Антоновский не смог пропустить эту новость. Точка рвения в новостях культуры прямо сейчас. Ну вот, теперь кажется по-настоящему всё. Телевидение Пала, крупные каналы признали, что без компьютерных игр главного искусства нового времени, я по-прежнему в этом убеждён, ничего у них не выйдет. Признали смерть без интерактивного нарратива. Выдающийся во всех отношениях сериал «Пока спит станица». Я когда включил его однажды на Ютубе, вот честно, не мог минут 20 понять, пародия это или оригинал. Так вот, этот выдающийся сериал превратили в онлайн-игру. Домохозяйки могут не отвлекаться от своих домохозяйских соцсетей на телевизор. Играть за актёров они точно смогут лучше самих актёров. И именно в аудитории этого сериала видится мне главное в этой новости. Если бы компьютерной игрой стала очередная хипстерская продвинутая поделка, в этом не было бы ничего нового. Но телевидение уступает в своё место играм и в самом, скажем так, консервативном слое населения. Наш канал в основном новостной, сериалы не производят, но я на правах колумниста предложил бы нашему руководству тоже заменить новости онлайн-играми. Экономическими стратегиями по исправлению ситуации в ЖКХ, квестами о поисках культуры и духовности вместо новостей культуры. Каждый должен жить в своей матрице, сам творить мир вокруг себя. Никаких новостей не нужно, от них только плохое настроение. Они нас мало касаются. И если мы будем играть в свою политику, в свою культуру, если сами побываем в шкурах вице-губернаторов или депутатов ЗАГСа, даже точнее, тем более, если их действия в игре заранее запрограммированы. Это будет прекрасный эскапизм. Тем более, во внешнем мире, по последней информации, больше ничего хорошего не будет. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин